Слышно? Отлично слышно. Все замечательно. Тогда начинаем нашу еженедельную встречу. Вкратце расскажу сначала о настройках. Немножко поговорим. Потом расскажу немножко о рынке. И далее поотвечаю на ваши вопросы. На этой неделе, во-первых, очень радует, что не так много сообщений, запросов было различных. Люди более-менее начали обучаться. И у нас все лучше и лучше с каждым разом. Вопросов все меньше и меньше становится. Это очень радует. На этих обходных у нас состоялось первое оффлайн-мероприятие в Москве. Познакомились с некоторыми лидерами, которые активно начали развивать нашу компанию. Пообщались, обсудили некоторые рабочие моменты. И хотелось бы несколько слов сказать. В общем, самое главное пошли к тому, что не будем больше вообще агрессивные настройки продвигать, потому что много проблем с ними. Когда люди видят такой вариант, особенно новички, что есть агрессивные настройки, многие сразу же переходят на них, не протестировав робота, непонятно, как все работает, либо некоторые вообще никогда на форусе не торговали, ставят агрессивные настройки. И, соответственно, возникает много проблем с этим. То есть это просадки, это какие-то эмоции. И, соответственно, многие люди не знают, что делать. Постоянно стараются менять настройки, отключать робота, закрывать сделки, делать какие-то действия вручную, что приводит к еще более худшим результатам. Вот поэтому сейчас я продемонстрирую свой экран и покажу настройки, исходя из, получается, последних вообще от американцев, от наших лидеров, которые показали отличный результат тестов и которые могут приносить доходность от 10 до 50% ежемесячно. Так, делюсь экраном. Так, сейчас я зайду в чат в Телеграм. Выбрали три, получается, варианта. Это небольшие депозиты, 500-1000 долларов, значит, 1000-2000 долларов и от 2000 долларов и выше. Значит, первый вариант, когда у партнеров сумма небольшая, 500-1000 долларов, у нас есть два варианта с вами. Первый вариант – это торговать на долларовом счете на трех парах, либо второй вариант – это открывать центовый счет и на пяти парах. Как видно на скрине, да, все можете посмотреть. Значит, лот 001 на трех парах, минимальный, возможно, лот, чтобы, можно сказать, не было никаких там прям сильных движений. Как бы на более агрессивных настройках можно выставить 002, но лучше начинать с 001, хотя бы протестировать, может быть, 1-2 месяца, и после этого, когда вы уже разобрались в роботе, в настройках, что за что отвечает, как правильно использовать, тогда уже можно потихонечку лот-лот повышать. Вот. Еженедельная прибыль Weekly Gold WG 10 20%. Больше, я думаю, не имеет смысла ставить, скорее всего, закрываться не будет. Желательно по началу ставить минимальные цели, чтобы у вас закрывалось по Weekly Gold, а не вручную, вы заходили, например, в следу вечером и закрывали сделки. Вот. То есть, первое время хотя бы ставьте поменьше значение эти. Вот. Пока разбираетесь. Equity Protector 100% здесь понятно, потому что просадки 20% – нормальное явление. И, ну, как бы тут защиты капитала мы не ставим, потому что часто будет срабатывать. Level Range 21-25. Изначально рекомендуют ставить 21-25. При вообще любых настройках, при любых параметрах, где 21 – это более агрессивное, 25 – это более консервативное. Можно еще и среднее поставить, например, 23. Видел в чате, обсуждали вопросы некоторые, кто-то ставит 30, кто-то ставит 40. Сразу скажу, что такие настройки ставить точно не нужно, потому что у вас вообще прибыли не будет никакой с этого. Потому что только при самых сильных движениях, то есть прямо нужно реально очень-очень сильное движение, и прибыль будет очень-очень маленькая на таких настройках. Можно ставить максимальное 30, при условии, что уже пошла большая просадка, чтобы сократить размер, получается, открытых позиций с большими лотами, чтобы они пореже открывались. Так 21-25 – оптимальное значение. Центовый счет, лот 001 на каждые 2000 центов. То есть, например, вы открываете счет на 500 долларов, это получается 50 тысяч центов. Лот, соответственно, 0.25 на 50 тысяч центов, на 500 долларов. Можно чуть-чуть больше поставить, например, 0.3, но совсем чуть-чуть. Вот 5 пар, weekly gold – 5.15%, weekly gold – 100%, level range такой же. Здесь weekly gold немножко поменьше, и лот немножко поменьше, но зато у нас 5 пар. То есть настройки поконсервативнее, но большее количество пар задействовано. Далее, значит, настройки можете себе тоже записать по 1000-2000 долларов. А здесь уже можно центы в счет не ставить, то есть можно открыть доллары в счет. Три пары и пять пар также. Пары у нас трударные. То есть кольцо евро, доллар, иена и пять пар, получается, которые рекомендуют. Обратите внимание, что евро… Ой, австралийский доллар и евро я здесь не прописал, так как пара последние полгода себя не очень хорошо показывала, мы ее исключили, но на больших депозитах, в принципе, можно использовать на свое усмотрение. По настройкам, по лотам, в принципе, видно все. Лот 001-002 на трех парах, 001 более консервативная, 002 более агрессивная настройка. И на пяти парах ставим лот 001, то есть больше лучше не ставить. Это будут такие уже более умеренные агрессивные настройки для начала. То есть для начала ставим такие настройки, разбираемся, изучаем робота, изучаем все параметры, изучаем действия, служим подсадок, и только потом на свое усмотрение уже можно переходить на более агрессивные настройки. Вот здесь, обратите внимание, уже есть вариант работы с equity protector. Это те, кто не желает рисковать 100% из своего депозита, могут выставить equity protector 20-25%, максимум 30%. И, соответственно, если пойдет просадка 20-30%, у вас все сделки будут закрыты, и потом вы начинаете с чистого листа. Плюсы данной стратегии, то есть вы не рискуете всем депозитом, вы рискуете только часть депозита, и, соответственно, с оставшейся суммой потом в течение определенного времени вы сможете разогнать обратно, как бы отработать эту просадку и дальше идти в плюс. Минус в том, что просадки иногда будут случаться по 20-30%, и будет очень обидно, что у вас зацепил equity protector, вы закрылись в минус 20%, а потом рынок развернулся, и вы могли закрыться вместо минус 20% плюс 10%, к примеру. То есть, таким образом, здесь прибыль будет меньше с equity protector, но это будет более безопасно. Без equity protector прибыль будет гораздо больше, но и, соответственно, риск 100% от депозита. Level range – то же самое все. Ну и настройки далее от 2000 долларов и выше – это опять пар. На трех парах, как бы, я считаю, что нет смысла особо торговать на больших депозитах, так как прибыль будет не особо большая, на пяти парах все-таки результат лучше. Вот 0.01 на каждые 2000 долларов. Можно использовать чутка больше при больших суммах. Например, на 10 тысяч долларов можно 0.06 использовать, да, то есть не 0.05, а 0.06. На 50 тысяч долларов, например, не 0.25, а 0.03, к примеру. Чутка больше для более агрессивной торговли. Ну, вообще рекомендуется, если у вас сумма крупная, то ставить либо такой лот на 0.01 на каждые 2000 долларов, либо даже чутка меньше, возможно. Вот, дабы сократить риски. То есть, в процентном соотношении вы будете зарабатывать меньше, но при этом, как бы, риски будут гораздо меньше. Но сумма долларов будет с крупных сумм достаточно такая ощутимая. Вот, поэтому, как бы, ну, не нужно лишний раз рисковать. Вот это что касаемо настроек. Global Star Club. Возможности безграничны.